Переходим к следующим органеллам, органоидам клетки. Точнее, уже переходим к органоидам клетки. Это у нас первый двумембранный органоид, который называется митохондрия. Митохондрия – двумембранный органоид, внутренние мембраны которых образуют выросты, а точнее складки, которые называются кристами. Сейчас выделю. Кристы. Внутри митохондрии есть жидкость. Жидкость называется матриксом. Внутри матрикса плавают собственные ДНК, РНК и белки. При этом митохондрия занимается основным делом. она синтезирует молекулы АТФ, необходимые для нашего с вами существования и метаболизма. Собственно, вот так вот выглядит митохондрия. Вот у нас первая мембрана, первая мембрана внешняя, состоящая из фосфолипидов, вторая мембрана внешняя, тоже состоящая из фосфолипидов, и внутренняя мембрана больше, чем внутренняя мембрана, точнее, внешняя мембрана. Точнее, площадь поверхности внутренней мембраны больше, чем площадь поверхности внешней мембраны за счет складок. Зачем это нужно, спросите вы меня. А это нужно для того же. Это нужно потому, что на внутренней мембране митохондрии находится большое количество белков, ферментов, которые как раз-таки синтезируют этот АТФ. Чем больше на внутренней мембране митохондрии будет этих белков, тем больше АТФ будет синтезироваться за единицу времени. Поэтому для того, чтобы увеличить полезный результат, необходимо увеличить полезную рабочую поверхность митохондрии. И вот будет происходить тот самый синтез. Из интересного, что я еще должен сказать, что митохондрия вообще-то образована из бактерий. Ну то есть, симбиотическая теория возникновения органелл говорит о том, что митохондрии это бывшие бактерии, когда когда-то проядерная клетка, первая ядерная клетка поглотила, а эти бактерии умели делать большое количество АТФ, то есть, умели выкислительное фосфорилирование. И поэтому клетка такая, ну я не буду тебя переваривать, ты будешь теперь служить мне. И митохондрии остались и дошли до нас, и именно поэтому в митохондриях находятся собственные ДНК и РНК. При этом ДНК там кольцевые, как в бактериях. И собственные белки, в том числе и рибосомы, которые синтезируют белки митохондрии. Собственно, у митохондрии свой выделенный митохондриальный аппарат генетический, который поддерживает ее. И что еще нужно сказать, что митохондрии способны делиться самостоятельно вне зависимости от клетки. То есть, если АТФ мало, митохондрии начнут делиться и синтезировать больше АТФ в сумме. Если митохондрии слишком много и АТФ достаточно, то митохондрии начнут потом просто перевариваться. А там определенное количество только останется. Поэтому митохондрии практически автономны сами по себе. Им не нужна какая-либо энергия. Точнее, им нужна, конечно, энергия для существования. Но они выделяют энергии в разы больше, чем потребляют. Поэтому они у нас с вами и остались. Та же самая история и с пластидами. Пластины тоже мембранные двуслойные органоиды, которые при этом встречаются только у растений. Митохондрии встречаются у всех, пластиды встречаются у растений. Внутри также есть вторая мембрана. То есть, это тоже двумембранные органоиды. При этом вторая мембрана образует внутри такие стопки из мембран. Такие пузыри, которые сплюснулись и превратились в стопки. Эти стопки называются тилокоиды. И тилокоиды собираются в граны. Собственно, как монетные столбики. Монетные столбики, правда, это совершенно другое название, относящееся к анатомии и к эритроцитам. Но аналогия понятна. Столбик из монеток. И всё вот это мембранные комплексы. Внутри находится стромотилокоида, а внутри хлоропласта находится стромохлоропласт. Так и называется стромо-внутренняя среда. Дальше что я расскажу. Тилокоиды могут между собой сообщаться. Сообщаются они с помощью отростков плазматической мембраны. То есть, по сути, вот эта монетка мембраны берёт и вытягивается в длину, в ширину. И такие отростки образовывают. И этими отростками дотягиваются до других тилокоидов соседних. И таким образом между ними образовывается связь. Для этого и нужны ламеллы. Потому что вот эти стромы будут друг с дружкой циркулировать. А внутри стромы тилокоида будет происходить световая... На мембране тилокоидов происходит световая фаза фотосинтеза. А внутри стромохлоропластов происходит темновая стадия, темновая фаза фотосинтеза. И это всё мы будем ещё повторять на следующем, получается, занятии. При этом я вам рассказываю конкретно про хлоропласт. Один из типов пластидов. Всего пластидов четыре типа. У хлоропластов конкретно функции две. Это фотосинтез и синтез специфических белков растений. Кстати говоря, в пластидах также есть свои собственные ДНК, свои собственные РНК и свои собственные белки, а также капли жира. И поэтому, в общем-то, пластиды тоже, считается, появились благодаря симбиотической теории. Точнее, подвергаются симбиотической теории появления органелл. В общем-то, и такая же история. Бактерию поглотил другая эукреатическая клетка. И такая, какая ты полезная. Ты мне синтезируешь очень много сахара из ничего. Давай-ка ты будешь на меня работать. И хлоропласты остались внутри растений. Есть похожие вещи. Фотосинтез есть не только в, как понятно уже, не только в растениях, но и в бактериях. Но в бактериях это определённые просто белки. Это не органоиды. Просто вот, вот чтобы вы знали. Ещё есть четыре типа пластид. Есть пропластиды, есть хлоропласты, есть лейкопласты, есть хромопласты. И они могут взаимно превращаться друг в дружку. А точнее пропластида, то есть та, из которой будущая пластида будет образовываться, может превращаться во все три типа пластид. В лейкопласты, функция которых запасание питательных веществ. Они запасают себе жиры, сахара и нуклеиновые белки. Некоторые ферменты тоже запасают. Ну, в сути белки, но определённые функции. Также могут превращаться в хлоропласт, функция которую мы обсудили. И превращаться в хромопласты, функция которых придание цвета растениям. И, в общем-то, всё. И самое интересное, что только лейкопласт может превращаться в два других типа. И хлоропласт тоже. Притом, хлоропласт может превращаться в фолейкопласт. И лейкопласт может превращаться в хлоропласт. Хлоропласт превращается безразвратно в хромопласт. А когда хромопласт уже не нужен, он просто переваривается и выбрасывается из клетки. Точнее, разлагается по факту. Не такое пищеварение, как у животных и грибов. Собственно, вот. Что вы должны именно знать. Что пластиды могут превращаться друг в друг. Всё очень просто. Ещё раз. Лейкопласт превращается в хромопласт и в хлоропласт. Хлоропласт может превращаться в лейкопласт и в хромопласт. И хромопласт будет ни в кого не превращаться, потому что он последняя такая стадия. И именно почему желтеют листья у растений. Как раз таки желтизна. Жёлтый, коричнево-оранжевый цвет. Это всё хромопласта. Бывшие пластины, которые такие. Ну, солнца нет. Синтезировать-то я ничего не могу. Чтобы не тратить воду, которая очень нужна растению зимой и осенью. Хлоропласт превращается в хромопласт. Они придают окраску и тормозят скорость фотосинтеза. Тем самым уменьшая потребление воды.